Уважаемые коллеги, доброе утро, рад всех приветствовать. Спасибо, что в субботу по традиции собрались. Я вначале пару слов скажу о положении на рынке, о положении, как у нас компания, дела идут. Рынок, откровенно скажу, стоит на месте. То есть как он в июле стал плохо, так никаких изменений нет. Мы видим просто невероятное плато. Справедливости ради хуже не становится, хотя чуть-чуть, на мой взгляд, они вниз тенденции видны, если откровенно. Мы видим там примерные темпы, все-таки они там по чуть-чуть на 2-3% каждый месяц, но вниз идут, это правда, к сожалению. Поэтому посмотрим, конечно, как октябрь закончим, но пока идем, посмотрим, сложно дать оценки, там семейная ипотека должна возобновиться на следующей неделе, в Сбере, по крайней мере. И я думаю, там какие-то свои параметры приведем. Также видим, что застройщики потихоньку меняют тактику, становятся более адаптивными к рынку, готовы делать уже и скидки, и предложения. Я смотрю, во многих территориях комиссионное вознаграждение повышают риэлторам. Есть уже застройщики, которые просто напрямую, кто цены снижает. Очень сильно ушли в рассрочки. Сейчас уже просто норма, это 3 года. Все знают, что у нас в Питере уже 5 лет рассрочки появились. Дальше загородка вроде выходит из пике, что называется. Потихоньку там начинаются сделки, потихоньку там все это адаптируется, но не так быстро, как хотелось бы. Безусловно, мы это тоже видим. Значит, у нас что? Понятно, что мы делаем все инновации, внедряем. Я там объявлял, что, по сути, в режим агрегатора сайт переводим. Поговорил с основными агентствами, они уже за обмениваться выгрузками, апи внутри, так же, как другим агрегаторам делать наши возможности у себя внутри, в внутренних программах рекламу подавать и выставлять объекты. То есть мы всю эту работу обязательно проведем, я считаю, за это большой потенциал. Как у нас внутри? Значит, понятно, что такое падение рынка, по идее, должно привести к тому, что у нас многие наши партнеры-риэлторы уходят из профессии. К счастью, такое не произошло. Если брать первые 50% по эффективности сети в целом, то текучесть, уход из профессии такой же, как был всегда. То есть их не затронуло. Но справедливости ради, если посмотреть те, у кого не получалось, у нас там примерно на почти 2,5% повысилось. Но это достаточно большой показатель, месячная норма. Наверное, это ожидаемо. Поэтому реальность она вот такая. Потом по финансовым делам, как мы уже и договаривались, мы все-таки все берем цель на период кризиса хотя бы работать в ноль. Плюс-минус небольшой убыток допустим. Небольшая прибыль желательно, что называется. Вроде справляемся. То есть мы третий квартал прошли примерно в ноль. Я считаю, это хорошие параметры. На другой чаше весов это резкая остановка развития бизнеса. На мой взгляд, это недопустимо. Да, мы сильно оптимизируемся. Сегодня у нас встреча в том числе посвящена этим процессам. Мы должны будем хорошо с вами тут пообсуждать, как дальше действовать. Потому что все-таки я считаю, рынок хороший в плане того, что работать можно. Он на самом деле вернулся к 2022 году примерно, плюс-минус. Работать можно. Просто что все произошло за это время? Инфляция. Огромные издержки, прямо скажу, мы нарастили, которые мы уже подсократили на самом деле. Сейчас отчеты все послушаем. Но в целом, на мой взгляд, надо еще нам чуть-чуть двигаться дальше и где-то менять саму бизнес-модель. То есть оно такое тяжелое не должно быть. К сожалению, у нас сейчас формула, мы там жирные годы, так их назовем, доходили до соотношения сотрудников административного персонала к риэлторам, партнерам. У нас было на 3,5 риэлтора один административный сотрудник. Сейчас мы более-менее движемся уже к цифре 5. То есть это, ну, представляете, какую мы работу за буквально полгода провели. И, наверное, где-то наш такой реальный норматив вообще, мне кажется, 6 должны выходить на такое мнение. Тогда бизнес будет эффективен в любой ситуации. И еще мы видим большие тенденции по тяжело не только нам, тяжело другим агентствам недвижимости. К сожалению, надо признать, что я со многими общаюсь, особенно малыми компаниями, начинают подумывать о закрытии. Это очень плохо для сферы в целом. То есть я считаю, это индикатор. И здесь, конечно, например, на наш взгляд очень важно именно профессиональные объединения, которые должны помочь. Например, тут не надо как-то по этому поводу, что это хорошо, что у конкурентов плохо. Нет, я считаю, что мы все в одной лодке. И надо думать, потому что угрозы, понятно, это безудержные рост ценно-агрегаторы, внутренняя большая инфляция, издержки растут. Это очень плохой рынок. И что самое такое еще сложное, непонятность планирования, насколько это. Потому что все мы понимаем, если бы мы знали, что это на год, ну, честно, потерпели бы, нет проблем. Год там, ну, а если это надолго такие системы, я думаю, не только мы все сейчас задаются вопросом. И от этого зависят очень сильные бизнес-стратегии. А непонятно, насколько, и решения нельзя принимать. И принимаешь такие решения, как будто это уже надолго. Вот, но хотел сказать спасибо всем нашим риэлторам. Реально молодцы, перестраиваются. Видим, что рынок есть, клиенты есть. Все видят входящие потоки. Они там, ну, у нас в компании там просели, ну, всего там на 15-18 процентов. Ну, слушайте, нормальные параметры. Вот, поэтому давайте приступим. У нас сегодня там три больших вопроса. Да, все, коллеги, давайте начнем работать.